Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня я покажу, как в домашних условиях очень быстро подтянуть даже самую дряблую увядающую кожу. Сегодняшняя лифтинг маска, я уверена, вам понравится. Она очень простая в приготовлении. Эффект после этой маски вы заметите сразу. И эта маска отличная альтернатива дорогостоящей лифтинг процедуры, которую вы можете сделать в салоне. Так что видео будет полезным, информативным. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И давайте приступим. Для приготовления этой маски нам понадобится белок одного яйца. Вчера мы с вами сделали питательную, увлажняющую и уплотняющую кожу лица маску из желтка. Кто еще не сделал, посмотрите обязательно. Шикарнейшая маска с двойным эффектом. А сегодня для подтяжки лица используем один белок. Нам понадобится половина столовой ложки желатина. Желатин можно взять любой. У меня желатин ванильный. И понадобится совсем небольшое количество. Желатин это природный коллаген, который очень хорошо уплотняет кожу, улучшает тупор кожи. К тому же желатин в момент подсыхания дает очень хороший лифтинг эффект. Обычный пищевой крупный желатин, то лучше всего перемолоть его в кофемолке до очень мелкого состояния. И приготовление маски вам не составит никакого труда. Нам понадобится половина столовой ложки желатина без горки. Следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится сок алоэ. Желатин нужно растворить в жидком соке алоэ. Если у вас есть гель, либо крем с алоэ или алоэ вера, можно слегка разбавить его минеральной водой, так чтобы получилась жидкая консистенция. Если у вас натуральный алоэ растет на подоконнике, так же можно использовать и его. Просто убрать кожуру и саму мякоть использовать. Понадобится 2 столовые ложки сока алоэ. Затем нужно очень тщательно все перемешать. Желатин очень капризный ингредиент. И если ваш крупный желатин плохо растворяется в соке алоэ, то можно подержать его на слабом огне, либо на водяной бане до полного растворения. Так, чтобы получилась однородная вот такая консистенция. Следующий ингредиент для приготовления сегодняшней маски нам понадобится витамин D. Витамин D это тот витамин, который вырабатывается лишь под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому в весеннее время, именно в зимнее время, нехватка этого витамина отражается на состоянии кожи. Цвет лица при нехватке этого витамина тускнеет. Если кожа приобретает землистый оттенок, нет той свежести, которую наша кожа приобретает в момент, когда вы загораете, нам понадобится одна капсула витамина D. Витамин D можно использовать и в масляном обычном составе. Если вы используете в форме выпуска, то достаточно трех капель витамина D. Затем нужно все очень хорошо перемешать. Обязательно посмотрите до конца, потому что правильность приготовления очень важна. Мало знать состав маски, мало соблюдать пропорции. Нужно обязательно соблюдать порядок приготовления этой маски. И посмотрите, что нужно делать дальше. Теперь постепенно в эту маску вливаем один белок. Небольшими порциями. Белок нужно хорошо взбить до получения вот такой однородной массы. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Лучше всего эту маску делать курсом. Курс продолжается в течение 3 дней. 3 дня подряд нужно эту маску делать. Затем 3 дня дать коже отдохнуть. Сделаем перерыв. И опять продолжаем курс. 3 дня делаем эту маску. И опять 3 дня отдыхаем. Курс продолжается в течение 1 месяца. За этот месяц вы заметно улучшите состояние своей кожи. Кожа подтянется. Улучшится ее тургор. Уйдет дряблость. Маска очень эффективная. Наносить эту маску нужно лучше всего на распаренную и хорошо очищенную кожу лица. Перед этой маской можно сделать кислотный пилинг. Кто еще не знает, как делать скатку, тоже посмотрите. Мои дорогие, шикарный способ очищения кожи. Также перед этой маской можно сделать и скраб. Можно сделать кофейный скраб. Можно сделать скраб сахарный, рисовый. Кто еще не знает, какие скрабы бывают, тоже оставлю в первом закрепленном комментарии ссылочку. Можете зайти, посмотреть. И возможно какой-то интересующийся вас скраб, который вам понравится, вы также сможете для себя сделать. Наносить эту маску нужно по кожным массажным линиям. Маска эта наносится в 5 слоев. После нанесения первого слоя дать 1 минуту на подсыхание и взаимодействие с эпидермисом кожи. После того, как прошла 1 минута, нужно нанести второй слой и опять дать 1 минуту на впитывание и подсыхание. Каждый последующий слой нужно наносить в момент, когда предыдущий слой уже начал подсыхать и немного стягивать кожу. После нанесения пятого последнего слоя маску эту нужно держать 20 минут. Эту маску ни в коем случае нельзя передерживать положенного, допущенного времени. После истечения этого времени маску нужно сначала промокнуть теплым махровым полотенцем, дать 1 минуту на размягчение этой маски и приступить к смыванию. Нужно теплой водой, затем ополоснуть кожу лица прохладной водой. В момент смывания делайте легкий массаж эпидермиса кожи. После того, как маску смыли, кожу лица нужно протонизировать либо кубиком льда, либо с отваром лекарственных трав, либо тоником. Я думаю, что вы тоже все уже знаете, как сделать в домашних условиях тоник, кто не знает. Посмотрите, домашний приготовить очень легко и просто. Затем нужно нанести легкий увлажняющий или питательный крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. Всем всего хорошего. С вами была Оксана. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok